Ребята, всем привет! Сегодня у меня на обзоре такие вот солнцезащитные перчатки от компании Косодака. Это Косодака Sun Glows. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина fmagazin.ru Это у меня размер LXL. В описании написано, что размер S и M на маленькую руку, то есть на детскую и женскую, а размеры LXL на мужскую. Вот у меня не крупная рука, я сам по себе не очень крупный, но они мне пришлись по размеру. То есть это такой one-size, который растягивается на любую руку, практически на любую руку, и довольно-таки комфортно в них. Цвет расцветка это Snake. Я считаю её очень практичной. На ней не видны ни грязь, ни пятна. Единственное, что раз в 3-4 рыбалки их надо стирать, потому что они впитывают запахи. А в целом, вот посмотрите, я в них отловил где-то уже порядка 10 рыбалок, это около 100 часов. И вот они выглядят очень так презентабельно. Единственное, единственное, вот если глянуть тут вот на буковке, сейчас я сниму, покажу поближе. Буквы здесь уже начали отлепиваться, вот болтаются. Меня это вообще ни в коем разе не смущает, но вот с точки зрения производителя, это, мне кажется, их реклама. И как бы это в их интересах, чтобы как можно дольше держались эти буковки. Вот уже и буковка А, пока я снимаю обзор, оторвалась. Тем более, как у меня, например, YouTube-канал, и вот эта часть запястья сейчас попадает в кадр. И чтобы зритель мог идентифицировать эти перчатки, ну, как бы, было бы неплохо, чтобы держалась эта надпись. Но, повторяю, это в интересах именно производителя. Меня это ни коим образом не смущает. И вот, посмотрите, такие вставочки. Скорее всего, это замша, ну, или очень похожий материал на неё. Материал противоскользящий. Во-первых, это удобно, когда достаёшь рыбу из воды. Я, например, не пользуюсь подсачком, и вот эти вставочки надёжно фиксируют рыбу. Ей практически не остаётся шансов вырваться из захвата. Ну, и плюс те, кто пользуются подсачком, понятно, тоже надо достать из него рыбу, отцепить, и так далее, и тому подобное. И очень полезное свойство вот этих вставок, что рыба фиксируется. И так меньше шансов получить какую-то травму от тройника, либо от острых щучьих зубов, например. Также удобно в этих перчатках гриппсти. Я вот как-то две недели назад плавал на реке. Мне пришлось проплыть пару километров против течения, и у меня начали появляться мозоли. И в какой-то момент я уже просто не мог дальше плыть. Содел перчатки, нагрузка распределилась более равномерно, и я смог доплыть без каких-либо последствий в нужную точку. Ну, плюс, много, конечно, плюсов у этих вставок. Ну, даже если, например, у вас бюджетный спиннинг, там обычно эва такого плохого качества, она почти как пластик. Чтобы постоянно не контактировать с этим материалом, вот эти вставочки. Да и просто спиннинг тогда не скользит в руке, очень удобно сидит, и так далее, и тому подобное. Ещё плюс у данных перчаток то, что они очень быстро сохнут. То есть, я вот достал щуку, буквально через 2-3 минуты, особенно вот как сейчас лето, они высыхают, и никакого дискомфорта нет. Но всё же главная функция данных перчаток, это, конечно, защита от негативного воздействия ультрафиолета. Все мы знаем, что солнце оказывает не очень хорошее влияние на нашу кожу, она начинает стареть, покрываться различными складками, морщинками. И чтобы этого не происходило, всё-таки надо защищать кожу, и вот с этой функцией данные перчатки справляются она отлично. Я помню, какая кожа у меня на руках была весной, и какая сейчас, это вообще несравнимые вещи. Я, конечно, и раньше старался защищать кожу различными кремами, но всё-таки у крема много минусов. Даже элементарно, если вы пользуетесь гаджетами, например, телефон мобильный, камера, фотоаппарат, либо элементарные какие-нибудь поляризационные очки, стоит где-то слегка дотронуться, всё, остаются жирные пятна, которые практически не вычищаются без спецсредств. Плюс с кремом кожа практически не дышит, она постоянно потеет, постоянно как-то жарко, неуютно рукам, да и, в принципе, хватает этого крема на несколько часов, потом он смывается. В общем, неудобно с кремом, с перчатками намного удобнее. И это, я вам скажу, касается всего, всё тело надо закрывать одеждой желательно, какие-то кепки такие более объёмные использовать, бафы, футболки специализированные. Кстати, перчатки, они же дышат, в них не душно, хотя были определённые опасения. В общем, рекомендую такие перчатки. Если захотите посмотреть более подробную информацию о них, я ссылку оставлю в описании под этим видео. А на этом у меня всё. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok